И так, свершилось! Сегодня мы наконец узнали имя долгожданного чемпиона по игре Killer Instinct. Но всё по порядку. Конечно. Суперфинал не терпит суеты. Ведь главный приз за победу в турнире — Panasonic 3DO FZ-10. Итак, мы начинаем наш репортаж об играх Суперфинала. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Сухольев. Я торжественно объявляю открытие первого открытого чемпионата Москвы и Московской области по игре Killer Instinct. Несколько слов о чемпионате. Фирма Dendy не успокоилась на достигнутом. И мало что она самая популярная, самая известная, самая мощная компания, которая занимается видеоигрушками, она идёт дальше. И вот сейчас этот чемпионат яркое тому доказательство. 2208 участников было зарегистрировано для участия в чемпионате. Представляете? 2208 участников. Открытый чемпионат, он и есть открытый, потому что участвовать в нём мог кто угодно. Любой. Мальчик, девочка, бабушка, дедушка, русский и грузин. И вот мы сегодня с вами увидим суперфинал этого чемпионата, в котором участвуют 4 игрока. 4. Спайнал в жёлтом углу ринга. С ним группа поддержки. За спайнал у нас играет Караеванов Эмил. А теперь поприветствуем твоего соперника, в синем углу ринга, Фулгор. Это Фулгор. За Фулгора у нас играет, кто бы вы думали, Виктор Хмелек. Виктор Хмелек. Фулгор. Напомню, что система чемпионата такова. Участники суперфинала должны драться до 5 побед. Как только один из них, или спайнал, или Фулгор победит 5 раз, мы будем аплодировать ему. И это значит, что он победил. Итак, сватка началась. Напомню, спайнал древний воин. Кожи-де-кости. А Фулгор здоровенный кибернетический железный робот. Бойцы пока осторожны. И вот сейчас великолепная серия. Поддержим 7 ударов. 7 ударов сделал Фулгор. Ну, поддержим, поддержим, поддержим. Поддержим, ребят. Великолепно, великолепно. Есть хороший шанс. Да, 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 да. Да, одна победа на счету Фулгора. Замечательно. Следующий раунд. И снова 7. 7 ударов сделал Эмил. Тем самым, сделав большую заявку на победу. Удар с ударом. Боже мой, аплодисменты. Великолепно. Великолепно играет спайнал. Просто фантастически. Конечно, опыт его в боевых искусствах огромен. Да, 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 да. 7 ударов. 7 ударов сделал Спайнал. Еще становится 1-1. Заметили вы, наверное, что у наших игроков отключен таймер. Они могут биться столько времени, сколько захотят. Великолепные серии 7 ударов. Фулгор заканчивает этот поединок. Еще становится 2-1 в пользу Фулгора. Вот он, трагический момент падения спайнала с небоскреба в бездну. Теперь действие игры перенеслось в мрачный подвал. Там на полу пятна крови. А-а-а! Великолепный, потрясающий комбо, который дает возможность получить еще несколько тысяч очков. 8 ударов к ряду. Ну что ж, посмотрите, какая напряженная борьба. Счет 2-2. Никто из них не хочет упустить из рук приставку Panasonic FZ-10. Сейчас кто-то из участников вплотную приблизится к заветной цифре 5. И вот тогда-то мы и посмотрим. Спадка переходит на улицы города. Спайнал хитро спрятался за колонну. Но это не помогает ему. И Фулгор наносит ему 4 удара подряд. Да, хотел схитрить Фулгор. Исчез и возник в другой конце площадки. Но Спайнал на чеку. Аплодисменты Эмилову Караевалову. Как я и сказал, все становится 4-2. Фулгор понял, что если не начинать биться по-настоящему, то поражение неминуемо. И взялся за дело. Обратите внимание, какой широкий ассортимент ударов у Спайналов. Он дерется мечом, защищается щитом, бьет ногами, руками и запускает огненные черепа. Полный ассортимент бойца. Жестокий комбо серии из 6 ударов заканчивает эту схватку. Эмил Караевалов победил! Спайнал победил! Витя, скажи, пожалуйста, почему ты проиграл? Трудно играть на втором джойстике. Ну, ты считаешь, что он победил тебя честно? Да. Аплодисменты Виктору. Он достойно сражался и достойно проиграл. Скажи, пожалуйста, трудно было сражаться? Было очень трудно. Тебе нравится вообще идея такого чемпионата? Нравится. Нравится? То есть есть смысл сделать его традиционным, там, ежегодным, может быть, даже ежемесячным? Я думаю, что есть смысл. Аплодисменты Эмилу Караеванову. Я приглашаю на ринг вторую пару участников. Внимание! В красном углу на нашей площадке Риптор. За него играет Александр Татаев. А соперник нашего Риптора – это Пиорхи. Может быть, вы не знаете, но это девушка. Это девушка, да. Девушку зовут у нас Вологдин Михаил. И я приглашаю ребят на ринг. Поддержим. Поддержим их в этот последний момент. В джойстике в руку и кнопка «Старт». Напомню, что организаторы чемпионата фирмы «Дэнди», они взяли на себя эту задачу нелегкую для того, чтобы еще более популярными сделать компьютерные игры среди вас. Нелегко хрупкой девушке бороться с ящером, но и у нее есть великолепный набор потрясающих комбо-серий. Восемь ударов комбо-серий. Сейчас только что сделала Орхид. И снова, снова великолепная комбо-серия из семи ударов. Кровь льется на пол. Огромными брызгами еще одна серия. Еще одна серия на счету Риптора. Потрясающе! Великолепно! Итак, счет 1-0. Впереди Риптор. Ну, дорогие мои, это никуда не годится. Девушку бить с такой силой, это, вы знаете, некрасиво, некрасиво. Семь ударов. Михаил Волокдин получает удар за ударом и проигрывает следующую схватку. Счет 2-0. Участники сошлись близко, но еще ни одного удара я не вижу хорошего. Вот, великолепная комбо-серия. Только что провела Орхид. 10 ударов! Аплодисменты! 10 ударов комбо-серии на счету Би Орхид. И еще 8! Да, 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 да. Вот это да, это я понимаю. Михаил взялся за ум, наконец-то. Он взялся за ум и сокращает разрыв счета. Сейчас становится 2-1. Заметьте, что декорации, в которых происходит этот поединок, очень похожи на декорации нашего шоу. Там тоже ринг, тоже канаты. Только участники слезли с ринга и дерутся прямо на полу. Блестяще, блестяще! Потрясающая комбо-серия из 8 ударов. И тут же ответная комбо-серия Би Орхид. Правда, всего из 3. Замечательный удар, великолепный удар, точные метки посылает Риптера на пол. И снова две комбо-серии подряд. Смотрите, две комбо-серии подряд. И как результат, конечно, как результат, великолепная победа Риптера. Победа ящера над девушкой. Счет 3-1 в пользу Риптера. Би Орхид довольно часто использует прием превращения в Пантеру. Очевидно, Михаил Володин считает, что это очень сильное оружие. Единственное, что он не учел, что Риптеру это превращение в Пантеру никакого вреда не приносит. Очень осторожные игроки, очень осторожные. Не бросаются в бой, очердя голову. Да, да, аплодисменты, аплодисменты. Шесть ударов комбо-серии. И Риптер снова побеждает. Действительно, так биться может только чудовище. Александр, ты чудовище. Александр улыбнулся, он находит себе силой. Удар за ударом, удар за ударом. И еще одна великолепная комбо-серия из восьми ударов. Создается впечатление, что Би Орхид делает все, что в ее силах. Она вся отдается борьбе, но ничего у нее не выходит. Снова серия Риптера и победа Александра Татаева. Почему так легко и, можно сказать, даже одной левой ногой победил Би Орхид? Я думаю, это очень утромировался. Почему ты выбрал Би Орхид? Почему ты не выбрал там какого-нибудь более мужественного персонажа? Универсальный игрок. Но он честно победил? Да, честно. А ты честно проиграл? Да. Спасибо тебе, Миша. Аплодисменты Михаилу Вологину. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо. Это больше, чем игра. Уже сегодня в магазине Дэнди по всей стране. Совершенная игровая система. Супер Нинтендо. А сейчас я хочу немножко развлечь вас, зрителей нашего шоу, и предложить вам маленькую викторину. Напомню, что это соревнование организовано фирмой Дэнди. Вы все замечательно знаете, что фирма Дэнди – это первая ласточка, выросшая в огромную птицу, которая на своих крыльях принесла в нашу страну только еще любимые, теперь уже компьютерные игрушки. Все остальные их конкуренты как-то вяло затихли, и больше никого на этом просторе не видать. Итак, первый вопрос. Эксклюзивным дистрибьютором каких фирм является фирма Дэнди? Пожалуйста. «Сонами», «Оушен», «Нинтендо». Я запомню тебя. Кто может еще добавить что-то? Пожалуйста. «Аклейм», молодец. Ну что ж, у нас есть два победителя, я прошу их выйти на сцену. Так, коробку «Брутал» выбирает себе наш первый, а ты? Тоже коробку «Брутал» забирает. Молодцы, а теперь садитесь и рассматривайте, что вы выиграли. Аплодисменты! А вопрос следующий звучит так. Кто может назвать шесть причин для того, чтобы покупать компьютерные игрушки в фирме Дэнди? Пожалуйста. Во-первых, гарантия. Во-вторых, гаттержи, которые не куплены на сети Дэнди, могут не работать. Так, надежность. Да. Там больше выбор. Ассортимент, молодец. Итак, гарантия, надежность, ассортимент. Только три. Кто еще? Качество. И цена. О, еще качество и цена. Кто еще может назвать? Товары, купленные в фирме Дэнди, можно отдать в мастерскую. Вот, конечно, сервис. Молодцы, аплодисменты. Пожалуйста, на сцену. Вы получаете вот такой вот замечательной кепки. Держите. Надевайте кепки. О, красота. Фирма «Конами». Напомню, что фирма «Дэнди» является эксклюзивным дистрибьютором товаров фирмы «Конами» на нашем рынке. Аплодисменты нашим героям. Еще один вопрос, да? Еще один. Хорошо. Сейчас я выберу такой вопрос, который вы никогда не ответите. Вот. Пожалуйста. Вопрос такой разминочный. Сколько персонажей в игре «Киллер инстейк»? Кто считает, что 10? Ну-ка. Одиннадцать. О, тишина. 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 Смотрите. Маленькая девочка дает совершенно правильный ответ. Одиннадцать. Конечно. Биться можно только десятью. А кто одиннадцатый? Айдл. Совершенно верно. Идем со мной. Айдл. Это одиннадцатый персонаж игры «Киллер инстинкт». Откуда ты это знаешь? Мне брат сказал. Брат сказал. А брат, если я не ошибаюсь, есть Эмил Караиванов, да? Да. Ты его сестра? Да. Тебе от фирмы «Дэнди» и от меня лично. Возьми себе такую вот сумку. Да? И давайте дам еще журнал. А, знаешь, вот есть кошелек? Нет. Нет кошелька? Как же ты без кошелька? Пожалуйста, фирма «Конами». Кошелек. Вот такой вот набор призов. А сейчас мы приступаем к самому страшному и самому важному событию сегодняшнего дня. К суперфиналу. Эмил Караиванов. И Александр Татаев. Напомню, что Эмил играет с «Файнелом», а Александр играет «Риптером». В суперфинале игрокам нужно одержать семь побед. Только тогда мы будем знать имя и фамилию победителя нашего чемпионата. Вот это уже схватка настоящих профессионалов, которые прошли в одну и в одну и в одну и в одну и в другую чемпионат. И вот сразу семь ударов, семь ударов комбо-серии наносит Эмил Караиванов. Аплодисменты ему. И точно такой же серии, только из восьми ударов, отвечает Александр Татаев. Да, вот это чувствуется класс игры. Страшный крик пули. Расстался это «Риптеру попали по голове мячом». Поддержим, поддержим, поддержим участников, поддержим! Им очень сейчас нужна ваша поддержка. Какая равная борьба, вы посмотрите. «Делай ультра», — кричат в зале. Да, аплодисменты Александру Татаеву! Yes, 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 1-1. Ready? Go! И на самой первой секунде этого раунда Риптер проводит великолепную компас-серию шести ударов. Сокрушающие удары хвостом наносит Риптер. Ему легко. Он ящер. Конечно, спайнул гораздо тяжелее. Так быстро происходят атаки, что невозможно даже иногда разобрать, кто нападает, а кто защищается. А вот это достойно аплодисментов. Пять ударов компас-серии Риптер. И мы аплодируем, снова аплодируем Эмилу Караивану. Посмотрите, счет 3-1. Счет 3-1. Какая хорошая комбо-серия. Восемь ударов. Риптер, кажется, взялся за дело всерьез. Оооо, семь ударов спайнул проводит. И еще семь. Смотрите, аплодисменты. Четырнадцать ударов подряд. Две комбо-серии. Великолепная техника. Потрясающие способности. Еще комбо-серия. Да, кажется, Риптеру пришел конец. Осталось совсем немного. Еще одна. Все. Аплодисменты Эмилу. Счет становится 4-2. Хорошая, хорошая серия на счету у Риптера. И, наверное, есть какой-то и хоть небольшой, но шанс, что ему удастся переломить ход борьбы. И, налетев на спайнула, совершить сокрушительную комбо-серию. Очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Да. Восемь ударов. Еще. 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 Ну. 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 Еще несколько ударов. И все. И победа будет за тобой. Александр Татаев, напомню, играет за Риптера. Да. Да. Аплодисменты. Поддержим Александра Татаева. Риптер сокращает разрыв в счете. И счет становится 4-3. Счет не катастрофический для Саши. У него еще есть все возможности, чтобы переломить ход борьбы. Удары хвостом. Верхние блоки не помогают Риптеру. Испайнал проводит комбо-серию 7 ударов. То же самое делает и Александр. Да. Аплодисменты Эмилу Караиванову. Шестая победа на счету этого маленького мальчика. И сейчас мы с замиранием сердца будем смотреть бой, который, возможно, решит исход всего чемпионата. Итак, сейчас, через несколько минут, мы узнаем, кто из них станет чемпионом Москвы и Московской области. Кто станет биближе чемпионом. Или, проще говоря, займет второе место. Удар, 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 удар. Нет. Опускает руки. Опускает руки Эмил. Что-то не получается у него. Что-то не выходит. Ну! Все! 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 Свершилось! Свершилось! Пожмите друг другу руки. Пожмите друг другу руки. Это была честная борьба. Это был великолепный, потрясающий, эмоционально заряженный бой, в котором победил Эмил Караивалов. Итак, церемония награждения. Молодец! Александр Татаев получает свой приз. Это приставка Super Nintendo. Эмил Караивалов получает лазерную игровую систему Panasonic FZ-10. Эмил Караивалов, Panasonic FZ-10. Ну, у нас же еще есть, у нас еще есть двое участников. Миша Вологдин и Виктор Хмелик. Я прошу их подняться на ринг. Оба они получают по игровой системе Game Boy. И картридж к нему. Итак, я торжественно объявляю, что первый открытый чемпионат Москвы и Московской области по игре Killer Instinct закончен, закрывается. Но это еще не конец, друзья мои. Ведь будут другие чемпионаты, будут другие игры, будут чемпионаты России, а может быть даже и мира. И может быть, мы еще увидимся с Эмилом, Сашей, Витей или Мишей на чемпионатах мира. Вот и отгремели бои Killer Instinct. Страна узнала своих героев. А мы узнали имена победителей. Честь им и слава. Ну, а нам пора прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...